Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера». Вновь мы в нашей замечательной дачной беседке. И в кресле гостя у нас сегодня народный артист России, актер театра на Таганке Юрий Николаевич Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич, сколько лет творческой жизни, работы вас связывает с театром на Таганке? Ну, если исключить время обучения в Щукинском театральном училище, то вот уже скоро будет 40. С самого начала, как образовался театр на Таганке под руководством Юрия Петровича Любимова. То есть вся история этого театра происходила на ваших глазах? Да. В таком случае, ну, я, наверное, не смогу удержаться от искушения спросить вас и о работах с Высоцким, и с Золотухиным, и о спектаклях, которых вы играли, и о том, что происходит сейчас в театре на Таганке. Насколько эта ситуация, сегодняшняя театра, печально, как подает ее пресса и центральное средство массовой информации? Или все-таки не так все тяжело, раскол театра? Как он выглядит сейчас? Так ведь, как сказать, раскол-то, он уж давно закончился. Уже после раскола в театре работают вот уже два новых поколения артистов. Одних выпустил Юрий Петрович, значит, они влились в труппу нашего театра. А сейчас вот он набрал курс, они уже на втором курсе. Но, знаете ли, у каждого своя система, так скажем, воспитания актеров. Он считает, что лучшие учения – это практика, поэтому они у нас постоянно в театре, по возможности, так сказать, заняты и так далее, и тому подобное. А что же касается первого вопроса? Ну, так что для меня ведь в этом, как бы сказать, никакого нонсенса нет. Мы все были вместе и, разумеется, играли в репертуаре, который, так сказать, нам доставался. И Владимир Семенович Высоцкий, и Валерий Сергеевич Золотухин, и я, мы все, так сказать, по мере возможностей своей были заняты в спектаклях, играли вместе. И с Валерием Сергеевичем до сих пор работаем вместе. – Юрий Николаевич, вот я неоднократно слышала от актеров, что очень тяжело работать много лет в одном театре. Привыкаешь к одним режиссерам, появляются определенные штампы, и уже тяжело, и надо что-то в жизни менять. Ну, естественно, это может быть частное мнение отдельного актера. Насколько это вот в вашей жизни было это тяжело, или это вообще нормально, работать столько лет в одном театре, и развивает это, или наоборот тормозит? – Ну, ведь столько-то лет я работал именно в театре, но ведь я работал, я считаю, что мне повезло, я работал с выдающимися режиссерами. Я работал с Петром Наумовичем Фоменко, я работал с Анатолием Васильевичем Эфросом, и сейчас работаю с Юрием Петровичем Любимовым. А потом, что значит тяжело? Я этого не совсем понимаю, откровенно говоря, по профессии. Ну, а потом ведь я же еще и снимался в кино, значит, там тоже другие режиссеры. А потом, допустим, сейчас вот практикуется, значит, антреприза, с которой мы и к вам в гости, значит, намереваемся приехать. А там другие режиссеры. Поэтому я не понимаю, что значит работать, если с одним все время режиссером работать. Даже в этом случае я не вижу никаких трудностей. Тогда люди начинают понимать друг друга буквально с полуслова. Ну, так и меньше времени тратят, так сказать, на объяснение того, что хочет художник и что должен сделать актер. Ну, я так понимаю, известность вам принесло все-таки кино, узнаваемость. Ну, так это всегда так. Это всегда так. Потому что в театре, значит, допустим, если у нас 400 мест, ну, так грубо я говорю, вот посчитаем, если учесть, что, допустим, ты занят не в каждом спектакле, да, вот, то, значит, вот тебя видят в месяц, ну, допустим, 4000 человек, ну, так грубо говоря. А, значит, выходит картина, и тебя видят 100 миллионов человек. Ну, и тем не менее, театр на Таганке, это в свое время был настолько посещаемый театр. Я даже вот сейчас помню, когда на штурм просто брали театр. Ну, ведь, понимаете, дело в том, что, опять же, это, как бы сказать, и эстетика театра, и понимание театра художественным руководителем. В общем, как он говорит, это дело артельное. И здесь еще определяется, как бы у нас, в общем, есть специфика репертуара, понимаете. У нас, за редким исключением, ну, может быть, был, допустим, там, там, Гамлет, ну, так, к примеру, я говорю, когда там играл Владимир Семенович. А в основном, как бы сказать, идет распределение ролей, оно, ну, почти в равных долях, понимаете, какая вещь. Поэтому нет в спектаклях, как бы, есть добротные, допустим, там, замечательные исполнения, но нет, как бы, ярко выраженных, так скажем, солистов, что ли. Поэтому это дело такое коллективное, и которое, в общем, и немало озадачивает вообще, так сказать, и критику, и людей, которые пишут о театре. Ну, да, в общем, это же дело такое. Я считаю, что или ты принимаешь, допустим, какие-то условия художника, который руководит театром, или твое право не принимать этого и уйти из этого театра. Другого-то выхода нет. Кто-то не был согласен, значит, ушел, допустим. Вот и все. Тут, знаете, это все больше вопросы театровидения, нежели профессионального, так сказать, мастерства. А другой вопрос, что человек приобретает, работая с тем или иным художником. Понимаете, можно играть Гамлета и совершенно, так сказать, потерять соображение вообще, что такое исполнительское, актерское искусство на сцене. То есть я имею в виду, да, вы так удивляетесь, да, может, такой режиссер попадется, что, так сказать, вообще, как говорят, ум за разум зайдет, понимаете, а можно сыграть небольшую роль, но в результате, так сказать, вы получите такую школу для себя, которую вы не приобретете, в общем, ни на одной, так сказать, роли у посредственного и ниже посредственного режиссера. Понимаете, какая вещь? Все зависит у нас, как бы сказать, от качества работы. Ну, вот можно сказать, что я актер школы Любимова, а вас? Ну, безусловно. Потом я еще, ведь, кроме всего прочего, вообще я закончил Щукинскую школу при Вахтанговском театре, а Любимов ведь он вахтанговец коренной. Вот, поэтому здесь, как бы сказать, нет каких-то разночтений. Вот, насколько я знаю, был период в жизни театра, когда Юрий Петрович не очень приветствовал работу своих актеров в кино. Так, а это все они не приветствуют. Ну, а вы так много снимались при всем при том. Ну, так и ведь как, исхитряешься. Ну, как это все уживалось вот в театре? Как вам удавалось найти этот золотой компромисс? Столько снимаясь и работая у Любимова? Ну, как, как? Ну, удавалось. Ну, что я вам могу сказать на эту тему? Ну, он же, говорят, деспот страшный. Ну, что значит деспот? Поправьте меня, если я не права. Ну, все это разговоры. Ни один главный режиссер не желает отпускать актеров. Вот и все. Потому что лучше, чтобы он был при тебе. Ну, это естественно. Ну, что же, ну, жизнь есть жизнь. Почему и Любимов? Он прекрасно понимает, что надо... Потому что на зарплату театральную прожить-то невозможно, если будем так откровенны. Он же понимает, что надо что-то кушать. У каждого есть семья, у каждого есть дети и прочее, прочее. Поэтому чего же тут говорить на эту тему? Вот ваше основное киноамплуа, вы могли бы как-то определить? Нет. И не собираюсь. Хорошо. Я не возьму... У меня есть, простите, профессия, понимаете? Я считаю, что я в какой-то степени за это время, за эти годы, я овладел профессией. Вот и все. Ну, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Вы имеете в виду, там, Бумбараша я сыграл Гаврилу, Вечному Зою Полипова. Ну, а... И вот эти роли, ну, все-таки, вот они имеют что-то общее. Ну, хорошо. А я вам скажу... Некая отрицательность персонажа. Ну, так это вы просто знаете эти. А в Айвенго я сыграл монаха Тука. Монаха Тука, да. Ну, это что, общее? А в «Черном треугольнике» я сыграл матроса, следователя, так сказать, там, помогающего в органах работающего. Это что? А сейчас я вот закончил картину четырехсерийную у замечательного, совершенно молодого режиссера, Володи Нахапцева. Это сын знаменитого оператора Нахапцева. Вот, называется «Козленок в молоке». А там я играю, вернее, уже сыграл, и вот только осталось озвучить, значит, как бы это сказать, первого секретаря Союза писателей. А у Вадима Дербенёва я вот закончил, значит, продолжение в «Патриарших прудах ювелира». А вы ищете всю общность между Бумбарашем и Вечным Зовом. Юрий Николаевич, а что вы делаете во время свободной от репетиции спектакля «Гастроли антрепресси»? Если оно, конечно, такое возникает, это время. Ну, как, ну, отдыхаю, разумеется. Ну, как, что я делаю? Ну, иногда, ну, съездишь на дачу. Вот по поводу дачи. Мы с вами сейчас в дачной беседке. Вот где? В связи с этим, конечно, хочется спросить, где дача и как она выглядит. А у меня своей-то нет дачи. У меня, у дочери дача. У меня где-то есть, да даже не у меня, а у жены когда-то дали участок. Вот, не знаю, на каком-то заболоченном склоне. Там я ни разу и не был. Вот. А если уж есть такая необходимость, я вот еду к дочери с мужем. С ее, у них есть у мужа дача. Вот и все. Если мне нужно как-то отвезти душу, так скажем. Ну, что вы делаете на этой даче? То есть, там, землю копаете или книжки читаете? Нет, бог с вами. Нет, нет, я городской человек. Я в этом совершенно ничего не смыслю. Вот книжки читаю, хожу. Насколько... Я хочу вернуться в театр на Таганке. Есть ли такие роли в театре, именно театральные роли, которые вам особенно дороги? Вот, особенно тепло вы к ним относитесь. Которые, ну, на ваш взгляд, вот, останутся в той самой непленке артиста Юрия Смирнова. Вы задаете такие вопросы, правда? Знаете, для любого артиста мне так кажется, что каждая роль – это как ребенок. Не может быть в семье хоть нелюбимый и любимый ребенок. Точно так же и роли. Ну, что знаю, как я вам могу назвать, что я сделал нетленного? Ну, это же, простите, несерьезно просто. Ну, для себя в любом случае, ну, конечно же... В другой разговор, что меня что-то может устраивать, что-то не устраивает. Что-то лучше, с моей точки зрения, что-то хуже. Ну, хорошо, наиболее удавшиеся театральные роли. Вы понимаете, конечно, но, опять же, это, ну, не мне об этом говорить. Для этого есть, ну, как сказать вам, но для этого есть зритель, он должен оценивать это. Но на худой конец. И как по необходимости художественный руководитель, понимаете. Это все отражается на премии и на зарплате в конечном итоге. Юрий Николаевич, а вы не кривите душой, потому что, ну, в любом случае, вот актер, выходя со спектакля, вот заканчивая спектакль, ну, неужели не возникает такого, вот что-то я сегодня вот не добрал, не доделал, или наоборот, вот сегодня я вот, да, сегодня я был в ударе. Нет? Неужели такое не бывает? Вы знаете, это долгий разговор. Если говорить серьезно, для того, чтобы ответить вам вот по этому поводу, нужно очень долго говорить. Объясняю. В нашем театре, то есть, это не исключает то, что вы говорите, но задача поставлена несколько другая. Мне важно, допустим, как исполнителю, не самому заплакать, чтобы вы заплакали. А это совершенно разные вещи. Понимаете, когда актер, как вы говорите, говорит, ну, я сегодня дал дрозда, аж голос сорвал. Понимаете, вот это в этом театре исключено. В этом театре моя энергетика, мой посыл, мне важно, чтобы он дошел до вас, чтобы вы получили эмоциональный заряд. А как я это достигаю, я для этого полгода и хожу на репетиции. Понимаете, какая вещь. Для этого и тренирует меня художественный руководитель, так сказать, который ставит спектакль, я имею в виду. Тут есть разные вещи, потому что у нас в театре не приживались очень хорошие артисты. Ну, я вас правильно понимаю, я могу не быть Гамлетом, я не должен стать Гамлетом, главное, чтобы вы поверили, что я Гамлет. Ну, если хотите так, если еще добавить, чтобы вы или переживали, или сопереживали вместе со мной в зале. Вот чего добивается, так сказать, наш художественный руководитель. Вообще, понимаете, это принцип театра. Поэтому я еще раз говорю. Изначально не важно, что я делаю. Даже так. Неважно. Важно, что я несу, так сказать, вам со сцены. Понимаете, вот круг, так сказать, вот этого эмоционального заряда. И если я нужен там, в этом спектакле, значит, я должен, так сказать, там участвовать. Это, я еще раз говорю, это очень тонкие и сложные вещи, потому что, знаете, как вот смотришь иногда в театре, актер или актриса, вся обрыдалась, вся в соплях, так сказать, и прочее, и прочее, а я сижу совершенно спокоен, меня это не трогает, меня это не волнует. А она давала дрозда, или он давал дрозда, то, что вы говорите. Он вышел, наверняка, так сказать, выходит, «Ох, сегодня лихо, как у меня сегодня не из одного глаза, аж, но даже из двух потекло, все, понимаете, ох, я сегодня дал». У нас другое. Вот вы все время говорите, вот я когда сейчас говорю о театре, вы говорите «режиссер, режиссер, режиссер», а как-то вот актер почему-то вот в нашем разговоре отходит на второй план. Это политика театра, это направленность театра. Взаимосвязанно, разумеется, что режиссер же, ну, как он же ставит спектакль. Насколько актер в театре на Таганке, и вы, в частности, артист Юрий Смирнов, вольны в импровизации спектакля? Абсолютно. Если это приемлемо, это без разговора. А кто оценивает приемлемо, неприемлемо? То есть, ну, это после спектакля понятно, что режиссер скажет... Нет, ну, как на репетициях, но вначале роль-то делается на репетиции, вначале, работа-то делается. То есть, есть законы, какие? Вот режиссер, он ставит спектакль, допустим, да? Вот. Если я приношу что-то, то, что устраивает его, или лучше того, что он предложил, разумеется, это принимается, потому что, ну, наивно полагать, что человек не хочет, чтобы было... Тот, который ставит, так сказать, поражение, хоть, чтобы было лучше, это, ну, вы понимаете. Вот и все. А если это хуже, ну, это в любом театре, ну, разумеется, это не принимается. Ну, а как же то самое знаменитое озарение во время спектакля? Пришло вдохновение, что-то вот... А вы уверены, что оно приходит к каждому и всегда? Нет, конечно, нет. Ну, я же говорю сейчас не о каждом. Я сейчас говорю о вас. Ну, ладно, вы знаете, это все, ну, как это... Пока ждать, пока снизойдет, это очень долго, понимаете? Ну, а если вдруг, вот как муза опустилась? Вы знаете, я вам могу, вот, когда муза опускается, я вам могу перечесть на пальцах этих актеров, которых, к сожалению, уже нет. Это вот Николай Ильич Гриценко, это Евстигнеев, это Леонов. Им репетировать не надо было. Вы знаете, ну, я сам, так сказать, не слышал, но что говорят, когда очень близкий человек. Более того, я вам даже расскажу и про себя. В частности, о Евстигнееве, когда, значит, очень близкий человек задал ему вопрос, говорит, ну, как, это самое, работать над ролью-то? Что нужно делать-то? Он говорит, ну, как же нужно делать? Ну, выучи тексты, иди, да, играй. А я однажды, просто я сейчас вспомнил, я однажды, значит, спросил у Николая Ильича Гриценко, ну, это гениальный актер, это просто гений, действительно. Вот, я у него тоже полюбопытствовал. Как, вообще, я говорю, как вы готовите, вот, кроли, с чего вы начинаете? Вообще, вот, интересно мне было залезть в кухню-то, так сказать, в его, на что он так говорит, ты знаешь, я ведь делаю то, что другому не приходит в голову. Вот и весь рецепт, так сказать, творчества. Поэтому, понимаете, озарение может быть одно для нас, для смертных. Это по действию, это, ну, это по профессии, это внимательно слушай, что тебе говорит партнер, и отвечай ему по делу. И когда ты идешь по задаче, которая, так сказать, уже установлена, которая уже, в общем, так сказать, прорепетирована, не одним днем, так сказать, труда там, и всяческих, всяческих возможностей, вот, тогда тебя невольно, так сказать, потянет, тогда это увлекает, и тогда ты забываешь, так сказать, обо всем, вот, кроме того, что есть. А это все, знаете, я в это не верю. Вот снизойдет, осенит, все достается вначале, все-таки поработать. А на кого снизойдет, а на кого и снизоходит. Никогда. Ну, так уж совсем и никогда. И такое бывает? Неужели не бывает такого хотя бы раз в жизни? Я этот момент запомнила, нет? Вот был в вашей жизни такой момент? Ну, вы знаете, что это, ну, допустим, но вы знаете, что это буквально, это бывает очень редко. Ну, как это бывает? Очень редко. Ну, как это бывает? Редко, ну, как? Понимаете? Как это было в вашем случае? Ну, это, ну, как, ну, это очень сложно объяснить. Вы понимаете? Это не раскладывается на детали. Это вдруг, когда ты ощущаешь, как бы сказать, вот, полностью, когда ты вдруг обретаешь настолько, так сказать, какую-то внутреннюю свободу, когда ты в этом качестве можешь пребывать, так сказать, ну, как его сказать, в любом, так сказать, положении, в любом состоянии, то есть, когда роль подвластна тебе, вот, когда происходит сближение настолько тебя, как человека, и того характера, который ты, так сказать, создаёшь, понимаете? Это, ну, это трудно объяснять. Это трудно объяснять, очень трудно, я говорю, раскладывать так по полочкам. Знаете, так, вначале у меня зашкворчало, потом застучало. Потом холодок, пускай не прошёл, да? Да, потом холодок, потом три мурашки, ба, и взлетел. Нет, это всё несколько не так. Было, всяко было, ну, всяко было, ну. А как вы пришли от актёрской работи к режиссёрским работам? Вы знаете, что я вам скажу? Вообще, по мне, если так уж честно говорить, по мне лучше сыграть. Но всё-таки что-то же вас подвигло именно на режиссёрские работы? Вы знаете, какое-то внутреннее неудовлетворение от того, что мне очень часто приходится видеть. Понимаете, сплошная бойня какая-то, чернуха сплошая. Я так смотрю, вот, серьёзно, так ведь актёром-то быть не надо для того, чтобы перезаряжать карабины-то. Для этого, ну, надо, там, быть спортсменом, допустим, или кончить, там, пройти курс молодого бойца с тем, что... Но это же не актёрская работа, абсолютно, понимаете? Ну, высунуться из-за куста, там, с пистолетом, понимаете? Какой... Много ли для этого надо? Вот. Наверное, мы сейчас говорим о кино? А какая разница? Что... Что в театре тоже достаточно чернухи, понимаете? И поэтому у меня просто вот родилась такая мысль. Думаю, поставлю-ка я спектакль, на котором, чтобы пришли, если люди, да, вот, безо всякой, как бы сказать, излишних норовоучений, так сказать, морали и прочих-прочих назиданий, чтобы человек пришёл и по возможности забылся на эти два часа от своей и без того непростой жизни нашей, которой мы сейчас живём, чтобы он отдохнул эмоционально. Вот эта задача была поставлена. Поэтому я взял классическую комедию французского автора и сделал спектакль, который называется «Месье Амедей» спокойно. Тоже такая целая биография пьесы называется «Месье Амедей». Но шёл же спектакль, он и сейчас, наверное, идёт и в Москве назывался он «Амадей». Но между «Амадей» и «Амедей» для зрителя разницы никакой. Поэтому, знаете, так, а, ну это значит уже где-то что-то про композитора, да. А это совершенно другое. Вот, поэтому я, значит, вначале там просил разрешения, там посылали в Париж, так сказать, к автору переименовать для... Вот, и назвал «Сутенер ложится на дно». Ну, «Сутенер», разумеется, в кавычках. Так и это не устроило. Это стало коробить, так сказать, потенциального зрителя, что опять «Сутенер», опять, так сказать, это «Чермуха». и я в третий раз поменял название, да, назвал «Месье Амедей», спокойно, да. Ну, вот, вроде как на этом и остановились. Вот только это, как бы сказать, заставило, правда, просто так сказать, ну, так хочется с тем, чтобы что-то пришли, вы посмотрели, отдохнули, так сказать, ну, посмеялись. Я говорю, а главное, забылись хоть ненадолго о том, что, в общем, у нас есть в реалии. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич, что пришли к нам в студию. И сейчас, в заключении нашей передачи, у вас есть возможность обратиться, может быть, с пожеланием, может быть, с каким-то, с какой-то информацией к вашим зрителям, к вашим поклонникам, ну, и к нашим зрителям, разумеется, к жителям Подмосковья. В принципе, в жизни я могу пожелать только терпения и надежды. Надежды и терпения. Спасибо вам большое. В нашей студии сегодня был народный артист России Юрий Николаевич Смирнов. А вы смотрели программу «Подмосковные вечера». До следующих встреч в нашей дачной беседке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова